Любовь не связана с кем-то другим. Это то, какие вы внутри себя. Но мы поддерживаем разные отношения. Все отношения — это различные виды сделок, не так ли? Если вы не понимаете, в чем цель сделки и какова ее природа, вы все испортите. Любовь — это определенный способ существования. Отношения — это сделка. Сделка должна происходить по своим законам. Если вы будете ожидать от нее большего, сделка не состоится. Любовь бывает разной. Материнская любовь, отцовская любовь, любовь между братьями и сестрами, между супругами, между мужчиной и женщиной. Я хочу узнать, существует ли связь между сексом, любовью и медитацией? Это первый вопрос. Второй — о Шиве и Шакти. Шакти — это энергия. А энергия — это материя. Можно ли перевести это на английский как «осознанность и материя»? Спасибо. Второй вопрос — нет. Слишком много искажений. Не знаю, хватит ли нам времени, потому что это определенное измерение жизни, которое стоит рассматривать соответственно. Что касается первого вопроса, то мы уже говорили об этом. Пожалуйста, поймите, любовь не связана с кем-то. Отношения связаны с другим человеком. Мы находимся в разных отношениях с разными людьми, не так ли? Все зависит от природы этих отношений. К вам подходит ваш ребенок, и из любви вы берете его и сажаете к себе на колени. Если подойдет ваш сосед, пожалуйста, не делайте то же самое. Но можете ли вы любить своего соседа так же, не сажая его на колени? Да или нет? Подходит ваша мать. Вы встаете, и таким образом выражаете свою любовь. Подходит ваша собака, вы. Можете ли вы любить свою собаку так же, как свою мать? О, он сравнивает собаку и мать. Что за глупости? Скажите. Если вы по-настоящему любите свою собаку, это чувство больше или меньше чего-то? Любовь не связана с кем-то другим. Это то, какие вы внутри себя. Но мы поддерживаем разные отношения. Наши отношения с собакой — это одно, с матерью — другое, с нашим ребенком — третье, с другом — четвертое, отношения на работе — пятое. Отношения. Это транзакции, сделки. Сделки должны проводиться разумно. У вас не получится вести одинаковые сделки со всеми. Полигамно. А почему вы показываете на меня? Не на вас. Не на вас. Это концепция. Это концепция. Вы не единственные, кто к этому стремится. Концепция такова. Все отношения — это различные виды сделок, не так ли? И если вы не понимаете, в чем цель сделки и какова ее природа, вы все испортите. Неважно, насколько вы близки с человеком, увидите — все так и будет. Это случалось со многими. Люди, которые думали, что они всегда будут вместе, начинают ненавидеть друг друга. Так происходит не потому, что они плохие люди или почему-то еще. Просто вы не понимаете ограничений. Вы путаете действия и способ существования. Любовь — это определенный способ существования. Отношения — это сделка. Сделка должна происходить по своим законам. Если вы будете ожидать от нее большего, сделка не состоится. Но к тому, что вы чувствуете внутри себя, никто не должен иметь отношения. На это никто не должен быть способен повлиять. Вы чувствуете себя великолепно в своих мыслях, в своем теле, энергиях. Вот как вы должны существовать. Если вы испытываете приятные эмоции, то вы будете любящими по отношению ко всему, что видите. Но сделка — это другое дело. То, как я взаимодействую с кем-то, не годится для взаимодействия с вами. Не так ли? Но мои внутренние ощущения не должны меняться, потому что это то, каким я решил быть внутри себя. Итак, вам необходимо понять, что значит существовать и что значит действовать. Без этого разграничения вы будете путать эти аспекты. «Я люблю тебя» — это ложное утверждение. «Я чувствую любовь» — это утверждение правильное. «Я не могу любить вас». Это невозможно. Я могу взаимодействовать с вами и при этом быть любящим. Поскольку я любящий, сделка тоже обретает это качество. Если я не любящий, то сделка не будет обладать этим качеством. Не так ли? Мой вопрос был о связи между сексом, любовью и медитацией. Существует ли между ними связь? Существует ли связь между сексом, любовью и медитацией? Я думаю, что мы четко разграничили секс и любовь. Сексуальность. Я не буду говорить о ней с точки зрения морали или осуждать. Просто дело в том, что ваш ум был захвачен гормонами. Когда вам было 10, вы смотрели на мальчиков и девочек. Они были просто людьми. Но вдруг, когда вам исполнилось 12-14, внезапно небольшие изменения формы тела стали важнее, чем вся Вселенная. Да или нет? Почему? Потому что вы были химически отравлены изнутри. Это уловка природы, чтобы вы выполняли репродуктивную функцию. Не думайте, что природе важно, любите ли вы кого-то или нет. Природа заинтересована, чтобы вы размножались. Иначе вид вымрет. Сопутствующая драма нужна для того, чтобы вы не чувствовали себя при этом как животные. Эволюционировав, вы стали чувствовать себя некомфортно. И теперь вы поете все эти песни. Какие там слова? Спойте одну. Вам приходится делать все это, чтобы почувствовать, словно это что-то другое, а не просто размножение. Но сексуальность обусловлена гормонами. Хорошо это или плохо? Не вам решать, хорошо это или плохо. Вопрос к вам, насколько мощно это стремление внутри вас. Хотите ли вы посвятить этому свою жизнь или нет? Это то, что вам нужно решить. Как это связано с медитацией? Английское слово «медитация» на самом деле ничего не значит. Вот почему все его используют. Если вы сядете и закройте глаза, на английском скажут, что вы медитируете. С закрытыми глазами можно делать много чего. Вы можете делать джапу, тапу, дарану, дьяну, самадхи, шунью, множество процессов. Или вы просто овладели искусством спать-сидя. Кто знает, что вы делаете с закрытыми глазами? Вы можете делать много чего. Скажем, медитация значит дьяна. И опять, слово «дьяна» используется слишком широко, без конкретики. Но у него есть точное значение. Оно значит, что если вы сидите здесь, ваше тело здесь, ваш ум там, а то, чем вы являетесь, где-то еще. Это значит, что эти три отождествления разделены в вашем опыте. Когда эти три аспекта разделены, как может возникнуть вопрос о том, какая связь между процессами тела и ума? Никакой связи. Значит, если я медитирую, то не могу заниматься сексом. Если я занимаюсь сексом, то не могу медитировать. Дело не в этом. Медитация — это не действие. Это качество. Если вы разовьете свое тело, ум, энергии и эмоции, до определенного уровня зрелости, то станете медитативными. Это как аромат цветка. Если цветок раскрылся, то появился аромат. Если цветок не раскрылся, вы можете опрыскать его чем-нибудь, но это не будет то же самое. Есть разница между тем, что исходит изнутри, и тем, что вы наносите снаружи. Это огромная разница. Это вопрос жизни и смерти. Это разница между жизнью и смертью. Вы даже можете сделать так, чтобы мертвое тело пахло приятно. Если опрыскать его чем-нибудь. Но испускать определенный аромат — это совершенно другое. Итак, медитация — это качество. Медитативность — это качество, а не действие. Если я делаю так, это медитация? Нет. А если я делаю так, это медитация? Нет. Если я сделаю так, это медитация? Да. Вот что задаст вам верное направление. Жил когда-то суфийский учитель по имени Ибрагим. Ибрагим собрал в себя несколько человек и пытался обучить их. Одним вечером встретились двое из его учеников. Они были расстроены. Один сказал, «Я хочу курить». Но не знаю, что на это скажет учитель. Второй ученик ответил, «Я тоже хочу». «Давай спросим его». Так они и решили. Они решили по отдельности спросить учителя. На следующий день расстроенный первый ученик видит, как второй курит в саду. Он спрашивает, «Ты что, куришь?» Мне учитель сказал не курить, а ты куришь. Второй говорит, «А что ты спросил?» Я спросил, «Могу ли я курить, когда медитирую?» Он сказал, «Нет». В этом твоя проблема. Я спросил, «Могу ли я медитировать, когда курю?» И он сказал, «Да». Субтитры создавал DimaTorzok